Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИЯ. В России начали тестировать истребитель шестого поколения. СМИ сообщили о начале испытаний полетов беспилотного истребителя, который, согласно ранее принятой классификации о беспилотных истребителях, должен относиться к самолетам шестого поколения. Речь идет о модернизированном варианте российского истребителя Су-57, который уже интенсивно тестируется в беспилотном режиме, являющийся характерной особенностью истребителей шестого поколения. Отработка полета в беспилотном режиме проходит на базе летающей лаборатории Т-50. Пилот-испытатель находится в кабине самолета, но во время полета на него возлагается лишь контроль за работой автоматики. Предполагается, что беспилотный Су-57 будет намного эффективнее самолетов пятого поколения за счет исключения человеческого фактора и повышения летно-маневренных характеристик. Другой информации о ходе испытаний не сообщается. Отметим, что мнение специалистов разделилось, некоторые говорят, что речь скорее идет не об истребителе шестого поколения, а об истребителе поколения 5+, или даже 5++, поскольку речь идет не о принципиально новом самолете, а лишь о модернизированной версии истребителя пятого поколения. Другие же не менее известные эксперты говорят, что беспилотный Су-57 это чистый представитель шестого поколения. Именно наличие беспилотного режима с сохранением всех основных характеристик пятого поколения позволяет приравнивать истребитель к самолету шестого поколения. К примеру, американская компания Lockheed Martin за сумму около 200 тысяч долларов по просьбе заказчика может сделать беспилотным самолет либо F-16, либо F-18, установив доп. оборудование и позволив пилоту находиться на земле. Но это не делает F-16 или F-18 самолетом шестого поколения, так как остальные характеристики у них остались присущи четвертому поколению и не соответствуют даже пятому поколению. Так что на сегодняшний день беспилотный режим реально испытывается лишь на нашем российском истребителе Су-57, что делает Россию лидером в области разработки беспилотных боевых самолетов. Напомним, в прошлом году началась отработка взаимодействий Су-57 и тяжелого беспилотника Охотник. Взлетная масса новейшего дрона составляет порядка 20 тонн. Двигатель позволяет развивать скорость порядка 920 км в час. Охотник имеет предельную дальность действия 3,5 тысячи километров и может подниматься на высоту до 10,5 километров. Беспилотник может поднимать в воздух до 8 тонн полезной нагрузки, в том числе ракеты. Машина наделена элементами искусственного интеллекта и способностью автономно выполнять различные боевые задачи. А как думают зрители канала, модернизированный вариант российского истребителя Су-57 это 5 или все-таки 6? А на этом все, я с вами прощаюсь, вы были на канале ТОПАРМИ. Всем пока-пока!